Привет друзья, с вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Корпорация Цукерберга иногда патентует необычные на первый взгляд вещи. Одной из таких вещей оказался головной убор с визором. Не обязательно кепка, но и например шляпа с полями или козырёк на ободке. Использование головного убора как основы устройства позволяет избавить электронику и пользователя от перегрева. При этом на такой шляпе можно разместить больше компонентов, в том числе нейроинтерфейсы, устройство отслеживания тела, лица и глаз. В изображениях патента есть не только рисунки самой кепки, но и вариантов её использования с другими устройствами, умными тактильными перчатками или браслетами наподобие тех, что были созданы Control Labs. Заявка на патент была подана ещё в 2019 году. Крис Проэтт, глава публикации контента Oculus, принял участие в подкасте The Constructor of Fun, где рассказал своё мнение о состоянии индустрии VR-игр, а также о моментах, которые позволят сделать игру, которая принесёт прибыль. По его мнению, пока VR-рынок ещё со времён девкитов Oculus был ограниченным в основном количеством пользователей. 80% игроков это были и будут консольщики, и поэтому со стороны Facebook было логично создать свою консоль. При этом VR-шлем никак нельзя сравнивать с телефоном по времени использования. Если на телефонах играют по 5 минут несколько раз в день, то Quest обычно надевают один раз за день и используют час-полтора. Модель монетизации по типу мобильных приложений Крис тоже не порекомендовал применять, и предложил использовать ту же систему, которая есть на ПК-играх. Либо просто полностью бесплатное приложение, либо бесплатное приложение с постоянным потоком контента и косметическим донатом. Такая модель и применяется в магазине Oculus, причём довольно успешно. Уже треть приложений магазина Quest заработала более миллиона долларов каждая. 11 приложений заработало более 10 миллионов долларов, и недавно купленные компанией Onward входят в этот список. Пруэд также дал советы о том, какой должна быть хорошая игра. Он сказал о том, что в магазине Quest мало качественных проработанных игр, которые соответствуют своей цене по продолжительности и качеству. Длинных игр на Quest также слишком мало, и они будут больше востребованы людьми. Пользователи заметили, что в 30-й прошивке Oculus Quest были не только улучшения. Из шлема пропала функция стриминга. Речь идёт про возможность публичного стрима на страницу Facebook, подобное Twitch'у или YouTube'у. К счастью, функция локального стрима на ПК или телефон всё ещё на месте. Глава студии Resolution Games, ставший недавно известным на весь VR-мир из-за обещанного теста рекламы Facebook, сделал заявление по поводу теста. Нашей миссией в Resolution Games всегда было помогать индустрии в целом и продвигать VR для всех, кто в ней присутствует. Иногда это означает быть первыми, чтобы протестировать, что работает, а что нет. Мы оценили все отзывы и мысли о тесте рекламы Oculus в Blaston и других играх. Были отмечены важные мысли, и мы поняли, что Blaston не лучше всего подходит для такого типа теста рекламы. Таким образом, мы больше не планируем проводить тест в Blaston. В качестве альтернативы мы думаем о том, можем ли провести такой же маленький тест в своей бесплатной игре Bait когда-нибудь в будущем. Мы любим эту VR-среду, как самые заядлые игроки. Если реклама в VR станет неизбежной, как и на остальных платформах, мы хотим убедиться, что мы сделаем её правильно, пока у нас есть возможность начать всё сначала. Мы принимаем все ваши предложения по пути, чтобы мы имели конструктивный диалог на эту тему и смогли всё сделать наилучшим образом. Cyan Worlds, разработчики ремейка Myst, сообщили, что VR-версия игры выйдет на ПК-VR в третьем квартале этого года. Версия в Steam будет предлагать вам плоскую и VR-версию одновременно, на Mac и на ПК. На Mac, конечно, будет доступна только плоская версия игры. Игра про бег по крышам Stride получила бесплатный мультиплейный режим. Режим называется Zombie Horde и представляет из себя классические салочки с бегом по стенам и прыжками. Один игрок становится заражённым и должен догнать и коснуться другого игрока, чтобы его заразить. Если за отведённое время все игроки на сервере будут пойманы и заражены, то выигрывает заражённая команда. На данный момент мультиплеер ещё в Альфе. В этом году выходит Steel Crew – мультиплеерная игра про сражения на танках. Сражения будут максимально хардкорными. В каждом танке будет экипаж из трёх человек – водитель, стрелок и командир. Роль командира, кроме отдачи приказов, включает в себя вызов авиаударов по вражеским позициям. Игра получит кроссплей между VR и плоскими игроками. Tarzan VR от StonePunk Studios выходит уже 1 июля на Oculus Quest. Все три эпизода сразу станут доступны к покупке. Первые два эпизода уже доступны в Steam. Valve начали свою очередную крупную распродажу. Помимо сбора бесплатных карточек, в течение двух следующих недель можно будет ещё и купить игры со скидками. Не забудьте заглянуть в Steam до 8 июля. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если вам понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, какой головной убор со встроенным AR вы бы предпочли для себя. Увидимся в виртуальной реальности.